Новые звёзды классической музыки зажигаются в образовательном центре «Сириус». Там сегодня открылся всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие». Право выступить получили самые талантливые исполнители, которые прошли строжайший отбор. О том, какие перед ними открываются перспективы, Анна Сорокина. Виолончель финалистки конкурса Полины Тхай окунает слушателей в танцевальные ритмы с народной темой. Когда играешь, соревнуешься с ребятами, которые старше тебя, которые намного опытнее тебя. Это особый мандраж, который понимает только участники, которые младше. Все конкурсанты – воспитанники «Сириуса» из разных городов. В финал из 400 участников вышли 16 исполнителей. Сегодня они в зрительном зале и принимают эстафету от победителей «Созвездия прошлых лет». После конкурса у меня было огромное количество концертов. До сих пор я продолжаю приезжать, с огромным удовольствием выступаю. Меня звали и с оркестром, и сольно, как участницу «Созвездия», как лауреатку. На сцене «Сириуса» каждый участник даст два сольных концерта, а затем выступит с сочинским симфоническим оркестром. Образовательный центр «Сириус» проводит конкурс молодых музыкантов «Созвездия» в четвертый раз. Я уверена, что все ваши дальнейшие выборы послушат большему раскрытию вашего таланта, реализации и вообще, наверное, другому качеству жизни, которое будет все время увеличиваться за счет уникальной профессиональной среды вокруг вас. «Сириус» всегда открыт для вас. Жюри – эксперты конкурса, знаменитые российские музыканты и деятели искусства. Участники виолончелисты волнуются. Следить за их выступлением будет известный виолончелист, народный артист России Сергей Равдугин. Конечно, он будет судить строго, но я считаю, главное это, конечно, чтобы было приятно. Приятно играть, приятно слушать. Финалистам конкурса от 12 до 18 лет и заполучить таких исполнителей уже планируют ведущие консерватории и музыкальные коллективы страны. Это очень успешный проект. Они действительно, ребята эти, заслуживают того, чтобы их знала культура и нашей Родины, и весь мир. Классическое искусство Прибалтики, Польши, Америки, оно во многом зиждется на традициях национальной русской музыкальной школы. И оно там уже давно импортозамещается. А для нас это текущий процесс. У нас этого импортозамещения не требуется. Конкурс продлится 4 дня. Именно лучших исполнителей назовут 21 апреля. Победители конкурса «Созвездие» в награду получат музыкальные инструменты. Финалисты смогут поступить в лучшие учебные заведения страны и выступать в составе ведущих музыкальных коллективов России. «Сириус» начинает новый концертный сезон. Художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс Йоахим Фрай решил не уезжать на родину в Германию, остается в России и обещает зрителям яркую российскую и международную программу. Я работаю в этом стране 12 лет. И я люблю эту страну, ее людей. Работа здесь — это фантастические перспективы. И я хочу продолжить работать. В программе классика в исполнении оркестров и камерных коллективов — опера, балет и джаз. Анна Саркина, Валерий Пятов, Михаил Киртоки, Анна Некас, Вести, «Сириус».